На календаре 20 марта. Ровно 100 лет назад, 20 марта 1920 года, в железнодорожных мастерских Самары прошел митинг. Поводом послужило окончание ремонта вагонов и паровоза для эшелона с хлебом, которые должны были направить в центральные губернии страны. Кроме того, на митинге собравшиеся решили отчислить свой однодневный заработок властующим рабочим Швеции. 20 марта военного 1942 года коллектив «Безымянской ТЭЦ» принял участие в сборе теплых вещей для бойцов Красной Армии. Всего было собрано 297 предметов, в том числе 24-ваттных телогрейки, 32 шапки-ушанки, 22 теплых нижних рубашки, 38 свитеров, 2 пары меховых рукавиц, 13 пар перчаток, а также полотенца, наволочки и носовые платки. Ежегодно 20 марта отмечается Международный день счастья и День земли, а еще сегодня день весеннего равноденствия. Поздравление с днем рождения сегодня принимает глава муниципального района Камышлинский Самарской области Рафаэль Камилович Багаудинов. В такой же мартовский день только в разные годы появились на свет русская советская писательница Вера Панова, советский скульптор, педагог, профессор Александр Бурганов, российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова и прочие знаменитости. В народном календаре сегодня Павел Капельник. С этого дня, как правило, на Руси весна вступала в свои права. Впрочем, холод еще чувствовался. С крыш капает, а за нос цапает. Или весна до осени на дню погод 8, говорили наши предки. Это все, что мы успели вам рассказать о 20-м дне марта. Замечательного вам весеннего настроения.